Привет! Поползли неприятные слухи и новости. Xbox прекращает свою поддержку в России. Xbox закрывает свой магазин в России. Xbox уходит из России. Любой, кто маломальски связан с Xbox, считает своим долгом и обязанностью поныть, что Xbox уходит. О господи, куда же ты уходишь Xbox? Постой, я же на тебя надеялся, я же тебя купил, а ты предал меня Xbox. Ты скотина, Xbox. И просто педераст. А на любом Sony паблике со слезами на глазах уже отмечают победу и хотят объявить официальный второй день победы в России. Но, как это обычно бывает, там где узколобые видят препятствия, предприимчивые люди видят возможность. Да, уже давно ползают слухи, что Xbox планирует уйти из России, так как вкладывать сюда деньги после масштабной рекламной кампании Sony просто нет смысла. Доход не оправдывает расходы и так далее. Из последних шагов это то, что теперь подписки можно покупать только через торговые сети типа Nvidia и так далее. Хотя, служба поддержки говорит, что это как-то связано с российским законодательством и при первой возможности вернут все на свои места. Но если не вернут, господи, просто ебашите на сайт платиру и с чистой совестью покупаете там эти же подписки почти в два раза дешевле, чем в магазине Xbox. И не надо никуда ходить. Это так же просто, как и купить подписку в электронном магазине Xbox. Я покупаю подписки именно там всю жизнь. Как на Xbox, так и на PlayStation. Ни PS3, ни PS4, ни Xbox One у меня не были забанены. Просто смотрите, чтобы у продавца были хорошие отзывы и продаж много. Все, проблем нет. Тем более, что в Xbox магазине Xbox Live Gold стоит, к примеру, 3700 рублей на год. То на платиру она же стоит 2000 рублей на год. Game Pass на полгода продают также за 2000 рублей на полгода. Но теперь давайте к теме видео. Xbox уходит из России. Сейчас я постараюсь кратенько объяснить, почему вы очень хотите, чтобы Xbox ушел из России. Настолько же сильно, как я хочу, чтобы он не пришел в Украину. Потому что в таком случае у меня не будет возможности покупать в Аргентине новые игры и игры по распродажам за полстоимости. Например, в Ведьмак 3 золотое издание недавно вообще можно было купить что-то в районе 100 гривен или 220 рублей. Если Xbox уйдет с России, железный занавес упадет, так сказать, на такие регионы, как Аргентина и Турция. Та и вообще любой другой регион мира, где цены на игры копеечные. Потому что страны, в которых нет официальной поддержки Xbox, могут выбирать любой магазин мира для осуществления покупок. Не надо поднимать панику, ребята. Я бы на вашем месте вообще начал бы создавать петицию напрямую Филу Спенсеру, чтобы он скорее свернул лавочку России. Поверьте, от того, что, к примеру, в Украине, Белоруссии, Казахстане нет официальной поддержки Xbox, нам ни жарко, ни холодно. Если консоль поломается, мы просто отдадим ее в магазин, в котором купили. То есть посредник, который урегулирует все вопросы сам. Но слава богу, лично у меня еще ни одна консоль и джойстик не ломались. Единственное, что меня настораживает, это то, что майки, как минимум, могут перестать делать русскую озвучку для своих игр. А как максимум, полностью выпилить русский язык из прошивки. Вот это поворот! А вот это уже реально будет обидно, так как тенденция к этому также имеется. В Crackdown 3, не то что отзвучки, даже русских субтитров нет на русском. Но если честно, я думаю, майки не уберут Xbox из России. Потому что где-то в глубине души майки понимают, что как только они уйдут из России, количество пользователей Xbox в Аргентине или Турции сразу вырастет на пару лямов. Потому что это самые дешевые регионы. А наши люди любят халявку, как никто другой. И они это знают. Наши люди не пойдут в Америку или европейские страны, где игры стоят по 60 долларов. Они пойдут в Аргентину и Турцию, где новые игры продаются по 20-30 долларов. А на распродажах вообще копейки стоят. И только по этой причине им Xbox выгоднее держать в России и продавать игры по фулл прайсу. Но для игроков из России это была бы мана небесная. Я просто похлопаю. Так как даже многие страны Европы, где есть официальная поддержка Xbox, реально завидуют украинцам и говорят, что это несправедливо, что украинцы могут покупать игры в любом магазине планеты. А они нет. А знают они именно про Украину, так как наш брат, который хоть немного говорит на английском, активно сидит у них на форумах и предлагает за комиссию покупать им подарком игры в аргентинском магазине. И кстати, многие у них этим пользуются. Ну и даже вот я призадумался заняться чем-то подобным. Я конечно же не на полном серьезе говорю, что уход Xbox из России это хорошо. Нет. Просто если так случится, я считаю, что ребят, не надо париться. Если Xbox уйдет, это не значит, что перед вами закроют двери. Наоборот. Откроют еще больше дверей. И смысла купить Xbox станет еще больше. Но я думаю, они не уйдут. Не думаю, что российский рынок настолько неприбыльный. Я думаю, это все реально как-то связано с вашим законодательством. И с переводом магазина на доллары. Не больше. В общем, это было сугубо мое мнение. Пиши в комментарии, что ты думаешь. И если тебе нравятся мои видео, то с тебя лайк и подписка. Спасибо за просмотр. Пока.